Сегодня мы с вами поговорим на такую популярную тему, как полюбить себя. Здравствуйте, меня зовут Марина Виллис, я психолог, коуч, мастер НЛП. Чтобы себя полюбить, для начала нужно себя узнать. Любовь зряча, поэтому мы не можем любить того, кого мы не знаем. Чтобы узнать себя, нужно прислушиваться к себе, разговаривать с собой. Разговаривать не в смысле критической мысли-мешалки, которую использует большая часть людей, что ты опять не смогла, ты чего-то не сделала, ты опоздала, ты не достигла, ты не вовремя, не успела, поправилась и так далее. А в смысле, как бы тебе понравилось, чего тебе хочется, что ты думаешь по этому поводу, как ты считаешь, как бы тебе хотелось, что бы ты хотела изменить и так далее. То есть мы себя узнаем, мы должны себя узнать. А узнаем мы себя всегда с помощью вопроса. То есть мы собой интересуемся. Второе, принять себя. Как хорошая мама принимает своего ребенка любым, и больным, и здоровым, и красивым, и не очень красивым, и успешным, и неуспешным. Также и мы должны принимать себя самих. То есть отвязаться от себя и прекратить себя критиковать. Наша задача – давать себе мудрые советы и поддерживать себя на каждом этапе нашей жизни, принимая и внешние качества, и внутренние, и обстоятельства жизни. Быть сексуальной – это только про секс? Это стыдно и неправильно? Нет, мои дорогие взрослые, сексуальная энергия – главный ресурс женщины. Это бензин. Если вы устали быть уставшей, не получать удовольствия от жизни, покорно пережидать секс, я приглашаю вас на самую мощную программу для женщин «Сексуальные получают все». На курсе вы трансформируете свою сексуальную энергию и наладите связь с ней, научитесь проявлять себя, свою манкость, через сексуальность наладите связь с деньгами, начнете получать больше и легче, избавитесь от страхов и зажимов в сексе, встретите мужчину или откройтесь по-новому для своего мужчины. Ссылка под видео. Переходите и получайте все. Третье. Мы должны себя уважать и давать себе нужное. Мало знать себя, свои желания, свои потребности. Это ничего не стоит, если мы их не удовлетворяем. Если мы живем для других, если мы удобны, если мы давно приняли форму дивана, это совершенно не про любовь к себе. То есть мы себя постоянно спрашиваем, как нам нравится, что нам не нравится, что нам хотелось бы изменить или улучшить. И понятно, что не сразу. Понятно, что сложно поменять жизнь во всех контекстах. Особенно, когда мы, как в том анекдоте, окружены со всех сторон. Капитан, мы окружены. Это прекрасно. Мы можем наступать в любом направлении. Так и здесь. Если у нас везде плохо, и в деньгах, и в отношениях, и в месте жительства, и внешность нам наша не нравится, это прекрасно, что мы с этим познакомились, и мы должны начать давать себе нужное потихоньку. Вот какой контекст самый легкий для изменения? Например, работа. Значит, мы, если нам наша работа не нравится, начинаем искать другую работу или просить повышения заработной платы. Дальше. Следующее. Что мы хотим изменить? Нашу внешность. Отлично. Берем и внешность тоже меняем по шагам. Следующее. Что нам не нравится? Муж. Меняем мужа. Может быть, нам не нравится место жительства. И так далее. То есть мало себя узнать, нужно давать себе нужное. Четвертое. Мы должны себя обязательно улучшать. Возвращаясь, к примеру, хорошей мамы с ребенком. Даже если ребенок не хочет идти в школу, мама его туда ведет, потому что это хорошо для него. Любовь к себе – это не про то, что я валяюсь на диване, ни хрена ничего не делаю, плюю на всех и делаю только то, что мне нравится. Нет. Любовь к себе обязательно включает такой компонент, как улучшение себя. Это не про то, что мне хочется пить пиво, жрать жареную картошку, курить и ничего не делать. Может быть, смотреть сериалы. Нет. Я должна себя улучшать, как хорошая мама. Не идет на поводу ребенка, так и мы не идем на поводу наших слабостей. Мы делаем то, что делает нас лучше и сильнее. Это про любовь к себе. И пятое – мы обязательно должны себя поддерживать. В любой ситуации. И в горе, и в радости, и в болезни, и в здравии до самого последнего дня. Мы последний человек, который должен себя критиковать. Несмотря на то, что на постсоветском пространстве из всех нас делали человека критикой, обесцениванием, тычками, фокусом на то, что плохо, чего не сделано, не доделано, а мог бы и лучше, могла бы и лучше, почему ты до сих пор, а вот это почему не сделано, и так далее. Мы должны перестраиваться на позитивный, конструктивный лад и поддерживать себя в любом моменте, даже когда мы ошиблись, даже когда мы напортачили, даже когда мы виноваты, и мы действительно причинили кому-то зло. Мы должны быть на своей стороне. Друзья, обратите внимание на экран, там появились следующие мои полезные видео. Пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и увидимся в следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok